Так, мы сегодня собирались идти на пробный урок танцев, но к нам приехали гости. Поэтому, как видите, и как раз в это время приехали родственники, и мы не смогли уйти. Поэтому не знаю, как мы будем теперь поступать с танцами. Конечно же, девчонкам неинтересны никакие занятия, они хотят играть с детьми. У нас, кстати, редко бывает такое, что приезжает много детей. Конечно, мы сделали выбор в пользу того, чтобы дети поиграли. Там детишки нагулялись. Гости наши уже уезжают. Надо складывать по местам игрушки. Мы стоим возле аптеки. Вот, кстати, как называется аптека в Италии? Фармачия. Видите, она... Там вот крестик. Показывается, что это аптека. Фармачия. Также написано, что здесь, кроме лекарств, продается омеопатия, то есть гомеотические препараты, и эрбористерия. То есть вы здесь можете купить травы. А кроме этого, в аптеке положено, чтобы было контейнер для того, чтобы... Вот внизу беленький такой. Вот это контейнер, в который местные жители в этом районе выбрасывают медичинали скадуте. Ракулитори медичинали скадуте. То есть просроченные медицинские препараты. И также то, что может понадобиться людям круглосуточно. Вот сейчас аптека, кстати, закрыта на вакансе. У них каникулы. Но, извините, такие вещи могут понадобиться людям и во время ваканса, и в любой день, и ночью. То есть это работает круглосуточно. Продаются здесь презервативы и тест на беременность. Вот так. И еще я вижу, там бумагу собирают. Вот стоит контейнер. Какие-то вон скатулы бумажные какие-то бумага выбрасывают. Ну вот, как-то так выглядит закрытая аптека в Италии. Так, я кое-что приготовила на обед. У меня уж тут котлетки лежат нажаренные. И поставила воду на макароны. Жарю, ну, подтушиваю. Сукини с овощами. Тут морковка, лук, немножко брокколи, оливковое масло. Вот сейчас он так подтушится. И это будет такая заправка к спагетти. А сама бегу срочно в школу. В 12 часов мне нужно в школу. Всем доброе утро. Солнце светит. Так, в школе у меня два вопроса. Я иду в школу. Мне нужно сдать прививочные сертификаты. Я рассказывала про них в прошлом видео. И мне нужно выяснить по поводу состава класса. Весь класс ждет, пока я пришлю фотографию. Кто куда попал. Потому что все находятся далеко. Попросили меня. Ну, мне и само интересно, с кем все-таки Женя в классе. Ребятки, я дома уже. Только что записала stories в инстаграм. Рассказала о том, что происходит. И сейчас и вам расскажу. Потому что не все, к сожалению, подписывают на мой инстаграм. Кстати, проходите, подписывайтесь. Я всегда оставляю название своего инстаграма. В самом начале ролика всегда написано, что мой инстаграм называется Олеся Шеф. Я его, к сожалению, не всегда регулярно веду. Иногда у меня прям такие творческие позывы. Особенно если мы куда-то едем, то я пощу миллион stories. Или если что-то происходит в жизни, то там всегда у меня самая актуальная информация, я там в stories прямо живу. Все туда пощу. Ну, иногда, знаете, иногда бывают все такие периоды, когда хочется максимально побыть в себе, поковыряться. И я тогда мало делаю видео, не пишу ничего, ни статей на Яндекс.Зен, не делаю stories, и там никуда не в инстаграме. То есть сижу, ковыряюсь в себе. Но если что-то происходит, какие-то внешние раздражители, то я всегда делаю stories, делаю посты. В инстаграм тогда меня, наверное, даже слишком много. Особенно в stories. Вот, такие дела. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, и будете всегда в курсе. Все-таки пока я ролик это все наговорю, смонтирую, что-то там добавлю еще какие-то, еще какие-то события происходят, да. И я не всегда вовремя успеваю выгрузить ролик. Всегда это с опозданием как минимум на день, а то и на пару недель. Вот. Так, о чем я говорила? Я пришла со школы уже. Значит, я сдала справки, забрали у меня эти, я уже опять забыла, как они называются, эти аттестаты, аттестационные, де ла регулярита, де ла вачонационные облигatorии. Если я сейчас неправильно прочитала, сори. Потому что я наизусть не выучила, как называется. Но в прошлом видео мы с вами об этом говорили. Это сертификаты регулярности, значит, это сертификаты, в которых говорится о регулярности прививок, что ребенок регулярно, своевременно привит. Это требование с прошлого года, это необходимое требование для того, чтобы ребенок посещал дошкольное или школьное учреждение, он обязательно должен быть привит в соответствии со своим возрастом. Девочки, я читала ваши комментарии о том, что вакцинация это вред, о том, что вакцинация это бизнес, о том, что я и такие, как я, мамочки, которые прививают согласно требований Всемирной организации здравоохранения, согласно требований своей страны, в которой проживает то, что мы прививаем детей согласно этим требованиям, значит, мы портим их здоровье и садим им иммунитет. Я не буду спорить о правильности или неправильности этого решения, но каждое это решение принимает для себя, исходя из миллиона причин. Я не обсуждаю ваше право прививать или не прививать своих детей, я не обсуждаю их здоровье. И вы не обсуждайте, пожалуйста, мое право. Это мое право и право моего мужа решать, считаем ли мы прививки необходимостью для своих детей или нет. Я уже не раз выражала эту позицию свою, я скажу еще раз, я делала то, что требует правила страны, в которой я проживаю, и я буду продолжать это делать. Вы абсолютно правы. Прививки на сегодняшний день это бизнес, а где бизнес, это не всегда все делается чисто, не всегда это все делается правильно, это всегда какие-то некрасивые ситуации, всегда лоббирование чьих-то интересов. Да, я с этим согласна. Система прививок спасла человечество уже от нескольких болезней серьезных, там оспы всякие, чумы, да, и так далее. Я не буду их перечислять, я не медик, сейчас я боюсь наговорить ерунды. Прививая здоровых детей, мы создаем коллективный, так называемый коллективный иммунитет. И даже те детки, которые по состоянию здоровья не могут быть привиты, они тоже защищаются этим иммунитетом. То есть, если все остальные дети привиты от болезни, они не принесут это заболевание в коллектив, и тот ребенок, который по состоянию здоровья не может получить ту прививку, он как бы вот этим коллективным иммунитетом тоже защищается. Так что я считаю, что это дело важное для коллектива, важное для всех. Я не буду рассматривать индивидуальные ситуации, когда ребенок по каким-то причинам не может быть привит по состоянию своего здоровья, у него есть противопоказания. Это совершенно другая история. Если есть противопоказания, значит и не есть, значит нельзя прививать. И это все определяется не мной и не вами, а врачами. Мне очень понравилось, когда было обсуждение подобного вопроса в одном чате, одна из девушек, мамочек, сказала, у вас, ну, то есть там было две спорящие стороны, одна говорила, что прививки это зло нельзя прививать, это там смерть и болезнь и так далее, а вторая говорила, у вас есть данные, у вас есть исследования, вы проводили исследования, у вас есть конкретные заверенные данные, значит вы должны не в чате шум поднимать. А вы должны идти в министерство, в правительство и изменить эту ситуацию. Вы должны изменить ее на законодательном уровне, а не обсуждать это с людьми, которые далеки от медицинских исследований, с людьми, которые далеки от этого бизнеса, с людьми, которые далеки от законодательства и вообще от системы здравоохранения. Вот поэтому, так как мы с вами по большей части далеки от системы здравоохранения, мы далеки от исследований, я считаю абсолютно безграмотным это все обсуждать. Я понимаю, что бывают разные ситуации, я знаю, что это бизнес, я не собираюсь защищать ни интересы бизнесменов грязных, да, которые нагревают руки на системе вакцинации, я не собираюсь защищать никого. Поэтому я вам просто показываю наш опыт, я не осуждаю ваш опыт, я не обсуждаю ваш опыт, я вам показываю, как мы делаем здесь в Италии, как здесь делают все в Италии. Естественно, не все прививаются, это личный выбор каждого. Я рассказываю вам то, что здесь происходит, и как бы вот и все. То есть я не даю никакую оценку этому, это не хорошо, это не плохо, просто здесь происходит именно так. Вот, я вам показываю во влоге то, что я прививаю от детей, не для того, чтобы вы мне рассказывали, что я убиваю иммунитет своих детей. Девочки, я тоже читаю статьи в интернете, я читаю, что пишут, я читаю разные истории, то есть я не с луны свалилась, я все знаю, все понимаю, ну не все знать невозможно, я все, я понимаю, о чем вы говорите, вы имеете право на свое мнение, я имею право на свое мнение, мы с мужем сделали выбор, и точно такой же выбор делают и мои свекры, и моя мама, мы считаем необходимым выполнять прививки в соответствии с графиком, установленным местным законодательством. Это все. Кстати, я своих детей прививаю, и по графику, который здесь есть в Италии, когда мы находимся в Италии, они получают прививки итальянские. Когда мы приезжаем в Беларусь, я иду в поликлинику и контролирую, выполнены ли прививки, которые положены по графику белорусскому. И если чего-то не хватает, то я предпочитаю эту прививку доставить. И точно так же, если вы знаете, что кто путешествует, страны там Азии, Африки и так далее, тоже нужно получить некоторые прививки для того, чтобы иметь иммунитет к болезням, распространенным на этой территории. Это мое личное мнение, спора по этому поводу я не хочу, я вам просто рассказываю свой опыт. Девочки, без обид, уважаю мнение каждого человека, уважаю ваше мнение, ваш личный опыт. Я не сталкивалась с плохими последствиями от прививок, я лично сама только один раз была привита от гриппа, после чего очень сильно болела. Дети каждый раз прививки приносили хорошо. Вот, поэтому мне не хочется спорить на эту тему, я просто вам рассказываю, показываю, как это происходит у нас. Вот, значит, это был один вопрос, который мне нужно было решить в школе, это отнести прививочные сертификаты. Это требование обязательно, как я уже сто раз сказала. Если не принести в школу этот сертификат, если ребенок не привит в соответствии с графиком, у вас могут быть проблемы, и ребенка могут не взять на обучение в школу, не пустить. И второй вопрос, который мне нужно было решить, вернее, узнать. Мне нужно было узнать состав класса. В понедельник начинается занятие в школе. Сегодня пятница. Сегодня нам обещали в пятницу с утра вывесить составы классов на сайте школы. Вернее, их обещали вывесить еще 11 числа, потом обещали 13, то есть пятницу. Нет, вернее, их обещали вывесить сначала в понедельник, потом это перетекло на пятницу. Ну, и тем не менее, сегодня с утра списка классов нет. Ближе к обеду появляется объявление на сайте школы, что списки классов будут вывешены в школе Тардиматина. Тардиматина, это значит поздним утром, скажем так. Ну, то есть, по идее, часов к 12 часам примерно. Вот я пошла в школу. В одно время мне нужно было как раз секретаре, работала секретарь. Я занесла эти бумаги и заодно посмотрела список классов. Так как я живу близко к школе, там весь класс ждал, пока я увижу эти перечни и сфотографирую и вышлю их. То есть, я сразу пофотографировала, отправила в группу, а потом стала изучать. И оказалось, что Женя попала в один класс с девочкой, с которой у неё в прежнем классе, в самом первом классе, в который она попала, были сложные очень отношения с конца второго года, вот со второго класса и до начала пятого. Значит, я, наверное, рассказывала, но я старалась эту тему так обойти, потому что я никого в этом не виню. И тут нет виноватых. Здесь нужно, ну, как бы тут, ну, коллективная проблема, скажем так, да. Значит, Женя, у неё не сложились отношения хорошие, были напряжённые отношения с группой девочек в первом классе. Вот в первом, я имею в виду не первый класс, а второй, третий, да, а в первом коллективе, куда она попала. Значит, была группа девочек, с которыми у них были напряжённые отношения. Один день они дружат, два дня они её там прессуют. И она как-то всё пыталась, не имеет отношения наладить. Было очень сложно. Причём это как-то началось в тот период, когда я была наиболее ослаблена, я была беременная. И как-то вот где-то я там, может, что-то ещё недопонимала в начале, плохо говорила на итальянском. Где-то что-то не понимала эти особенности менталитета, что нужно, на это нужно обратить внимание и сразу пресекать ситуацию на корне, да, на корню. Я думала, ну рассосётся, это дети. Вот сегодня помирились, завтра подружились, послезавтра как бы поссорились. То есть это нормально. И они должны учиться устраивать отношения, должны учиться дружить и т.д. и т.п. Но что-то ситуация где-то, наверное, была немножко мной упущена. Вот я уже потом сидела в декретном отпуске, и ситуация эта стала с каждой неделей становилась всё хуже и хуже и хуже. В итоге, в начале пятого класса, когда вот Женя последний, что, доченька, я тут. Да. В начале пятого класса мы были вынуждены просто, я пошла к директору после очередной неприятной ситуации в классе, я пошла к директору и поговорила, сказала, что так больше продолжаться не может, мой ребёнок находится в постоянном стрессе, постоянно происходят какие-то проблемы, день дружим, неделю прессингуем, так продолжаться больше не может. И так как это были не единственные проблемы в этом классе, ни одна жалоба, там было такое, оказывается, ещё с кем-то проблемы в классе, директор сразу же прислушался к моей просьбе и Женю перевёл в другой класс. Сразу же. Буквально в течение дня-двух. Я думала, что для нас уже этот вопрос закрыт, ну всё, девочки теперь находятся в разных классах, если у них есть желание, они могут пообщаться, если нет желания, они могут просто друг друга не замечать. Что же произошло? Я получаю список классов, и мы видим с Женей, что одна из этих девочек, с которыми были сложные отношения, находятся с ней в одном классе. Причём, ну, там на протяжении трёх лет были у неё проблемы. Короче, я уже на этот раз не стала ждать и терпеть, и молчать, и смотреть. Знаете, там же была группа, а группа детей – это одно, да, всегда есть там кто-то серый кардинал, кто там как-то их всех, кто их как-то командует, не то, что командует, а направляет. На этот раз получилось так, что все эти дети, кто-то ушёл в другую школу, кто-то раскидан по другим классам, то есть этой группы в одном месте нет. И человек один из группы, он может вести себя совершенно по-другому, находясь в другом коллективе. Но проверять эту теорию, насколько эта девочка в отрыве от той группы будет спокойно с Женей учиться, будет ли она с ней конфликтовать или нет, вот проверять эту теорию я совершенно не хотела. С меня хватило опыта прежних пяти лет, мне вот так хватило. Поэтому я решила не молчать, а поднять вопрос сразу. Как только я получила эти списки, я отправила их Жене. Пока я стояла в очереди к секретарю, Женя уже мне 150 раз позвонила, написала, что там со слезами, что я не хочу идти с ней в один класс. И я была с ней абсолютно согласна, я решила вмешаться. И сразу же написала претензию, запрос, как-то называть, не знаю, заявление. Я сразу же написала директору о том, что по причине одного ребенка мы хотим поменять класс. И указала, в какой желательно. Потому что на самом деле все девчонки разбросаны из этого коллектива, все девчонки разбросаны по разным классам. И куда ни ткни, на кого-нибудь натыкаешься в другом классе. Но, тем не менее, мы с Женей выбрали самый безопасный вариант, скажем так. И я написала директору о том, что мы хотим переместить Женю из этого класса. Вот в этой по причине такой, такой, такой. То есть все расписала. Вот, секретарь все это пометил. И я пришла домой, вот успела буквально пообедать с мужем, с дочками. И мне позвонили из школы. И сообщили, что директор одобрил перевод Жени в другой класс. В общем, она будет ходить в другой класс, в тот самый, куда я попросила. Муж, конечно, прочитал лекцию Жени о том, что в школу... Говорит, у меня такого в жизни не было, чтобы я просил сменить мне класс. Ну что это такое? В школу же мы идем не играть. Мы в школу ходим. Это школа жизни. Это не только школа, имеется в виду школа получения новых знаний о грамматике, математике и устройстве нашей планеты Земля. Это школа жизни. Ты должен учиться выстраивать отношения. И это, говорит, для меня что-то это невообразимое. Вообще классы менять, бегать. Ну извините, а дальше ты в старшую школу пойдешь? Тоже будешь так вот бегать? Перейдите меня в другой класс. Не будет там такой возможности. А в университет ты пойдешь? А работать? А в коллективе как? То есть нужно учиться выстраивать отношения. И это не дело бегать там из-за каждого человека, с которым ты сталкиваешься на пути, бегать, все это выносить к руководству и просить там людей переводить или самому переводиться в другие группы. То есть это не серьезный подход. Нужно учиться работать в коллективе. Я с ним абсолютно согласна. Я считаю тоже, что школа это не место, где там нужно выяснять отношения. Школа это место, куда мы ходим учиться. Не дружить даже в первую очередь, а учиться. И тем не менее я посчитала нужным вмешаться, причем вмешаться не дожидаясь каких-то там последствий, а вмешаться сразу, как только я увидела списки. Не дожидаясь, когда они сходят в один класс, или они там будут поздороваться, будут мило общаться, или они с первого же дня будут фыркать друг на друга и портить друг другу жизнь, мешать друг другу учиться. Я не стала это проверять, я просто сразу решила вмешаться и по возможности ограничить эту ситуацию, не дать ей даже развиться. Короче, вот такие дела. Все вам рассказала, все новости. Теперь у нас классы готовы. Все, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами в новом видео. Чао-чао, Тути. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok